Служба транспортной милиции очень близка к людям. Сотни пассажиров каждый день куда-то следуют поездами, самолетами или водным транспортом. И первыми на помощь в возникающих непредвиденных, а порой и тяжелых ситуациях, приходят сотрудники именно этого ведомства. Каждый день они неустанно следят за соблюдением закона, сохранением порядка и обеспечением возможности беспрепятственного перемещения людей и грузов по территории области и страны. Вчера в Доме культуры железнодорожников прошел торжественный концерт, посвященный 95-му юбилейному дню образования подразделения, в ходе которого было сказано немало добрых слов о работе всего коллектива и вручены почетные грамоты особо отличившимся сотрудникам. Если брать в целом, оценивать работу Брестского отдела натуральных дел на транспорте, то как он оставался на лидирующих позициях в составе УВД на транспорте, так он остается на лидирующих позициях и в УВД Брестского облсполкома. Это, конечно, характеризует наличие ряда опытных руководителей, наличие опытных сотрудников, но и в целом уже сложившийся такой коллектив, сложившийся климат для действительно решения поставленных задач. С круглой и солидной датой сотрудников транспортной милиции поздравило руководство УВД Брестского облсполкома. Брестское отделение Белорусской железной дороги, представители городской вертикали власти, а также сотрудники транспортной прокуратуры. Тесное и плодотворное сотрудничество данных структур с милицией на транспорте, а также взаимная помощь и поддержка уже не одно десятилетие приносят хорошие результаты. Представить город Брест, без транспортного калидора, который мы обеспечим сегодня и по автомобильным дорогам, и по железным дорогам, просто невозможно. Город, который живет жизнью двух Европ, восточный и западный. И каждый вновь пребывающий гражданин любой страны, он делает первую оценку по тому, как его встречают. А встречает его пограничник, таможник, железнодорожник, и, конечно же, милиция, которая обеспечивает безопасность на транспорте. Служба в милиции – дело непростое, требующее полной самоотдачи, дисциплины и выдержки. Для поддержания правопорядка на транспорте, в силу своей специфики и необходимости принимать решения в максимально сжатые сроки, эти качества должны присутствовать у каждого сотрудника в удвоенном формате. Именно поэтому многим кажется, что работа такая совершенно не для женщин. Но берестельские представительницы прекрасной половины человечества с этим не согласны. И доказательство тому – немалое количество женщин в погонах, присутствовавших на юбилейном вечере. Служба научила меня жесткой дисциплине, исполнительности, трудолюбию. И я считаю, что, в принципе, эта работа вполне женская. Говорят, милиция – не женское дело, я считаю, вполне женское. Всем женщинам свойственно трудолюбие, исполнительность, дисциплинированность. Здесь просто это облещено немножко в другую форму. Погоны, субординации и так далее. Добрые слова и пожелания, подарки и почетные грамоты – все это сотрудники транспортной милиции заслужили сполна. Их каждодневный труд – гарант безопасности берестейских дорог и сохранности ценного имущества. А потому и благодарность за свою работу транспортники заслуживают ежедневно, неустанно сохраняя и оберегая покой на дорогах страны.